Здравствуйте! 7 июля Православная Церковь отмечает День Рождества Иоанна Претичи. Это день, когда родился, по словам Христа, самый величайший человек, который рожден на земле из рожденных жен. И этот праздник является великим праздником, то есть следующим по важности после двунадесятых праздников. Это Рождество описано достаточно хорошо в Евангелиях. То есть Захария, Елизавета, родители Иоанны Претичи, они были бездетны уже достаточно в пожилом возрасте, когда детей как бы уже и по физиологическим причинам иметь уже нельзя. И нужно понимать, что в иудейской традиции, в иудейской вере это был, можно сказать, знак какого-то недовольства Бога к этим людям. То есть эти люди чем-то прогневили Бога, как-то их жизнь была недостаточно благочестива, поэтому у них не было детей. И, соответственно, опять же, некая тень тяжкого подозрения падала и на священника Захарию, и на мать Иоанна Претичи и Елизаветы. И вот в какой-то момент, когда Захарий исполнял очередное кождение в храме, ему является ангел Божий, говорит, что вот твоя жена понесет во чреве и родит сына. Иоанн Захарий не поверил ангелу, за что был наказан нематою. Но действительно Елизавет понесла в своем чреве, и нужно помнить, что Елизавета была родственницей, достаточно близкой родственницей Пречистой Деви Марии. И уже Дева Мария приходит к Елизавете, и вот случается диалог, что когда она прославляет, что родившийся из чрева Елизавет младенца. Действительно, Елизавета рождает за шесть месяцев до Рождества Иисуса Христа, и рождается сын Иоанн. И уже по церковному преданию, они опять же были жители Вифлеема, а мы как помним, Ирод повелел истребить всех младенцев вифлеемских. Елизавета с сыном Иоанном бежала в пустыню для жительства, а Захария в тот момент, как раз у него была череда службы в Йерусалимском храме. И вот в Йерусалимский храм приходят к нему стражники и начинают допытываться, где его жена с его сыном, на что Захарий ничего не сказал. И его убивают по церковной легенде около храма. А Елизавета с сыном Иоанном так и остается жить в пустыне. И Иоанн уже остается после смерти своей матери жить в пустыне и питаться, как сказано в Писании, диким медом и саранчой до того момента, как его Господь призывает к проповеди. Вот 7 июля как раз празднуется день рожденного величайшего из жен, рожденного от них. 8 июля церковь празднует день благоверных князей Петра и Февронии. Как мы знаем, этот день является днем семьи и верности. Опять же, Петр и Феврония были муромскими князями. Более того, Петр изначально был князем муромским, а Феврония была обычной крестьянкой из Рязанской губернии. И вот Петр, князь, заболевает проказой, что в то время была страшной, неизлечимой болезнью. И во сне ему ангел Господень говорит, что его может излечить от этой проказы только крестьянка из Рязанского села Феврония. Петр разыскивает эту крестьянку, просит об излечении, на что Феврония ему говорит, ну, только при условии, что ты потом меня замуж возьмешь. Петр соглашается, излечивается от проказы, но, скажем так, обманывает Февронию, да, и не берет ее замуж. И повторно заболевает проказой, уже после которого повторного заболевания, да, кается перед Февронией, излечивается и уже берет замуж. Но в то же время, как он ее берет замуж, бояре и другие жители Мурома начинают восставать. Почему у нас княгиня обычная крестьянка? И говорят, или ты разводишься с ней, да, и изгоняешь ее из города, или оба убираетесь из города. На что Петр вот тут уже совершенно по-другому поступает. Он уезжает вместе с Февронией, да, из города и поселяется где-то неподалеку. Да, то есть перестает как бы быть князем. В городе тут же начинаются какие-то волнения, борьба за власть, убийства какие-то, смуты. И жители, бояре понимают, что сейчас это будет и дальше продолжаться. И все-таки призывают Петра и Февронии княжить на город. Они уже вот княжили и прожили такую достойную супружескую жизнь уже до конца жизни. И вот как раз пометой об этой их христианской супружеской жизни, церковь празднует день любви, семьи и верности. И вот нужно понимать, да, что в этот день это достаточно важный день и для церкви, и для государства как в целом. Потому что в нынешний момент само слово «семья», особенно на Западе, претерпевает достаточно кардинальные изменения. И это может грозить, скажем так, потери вообще всей цивилизации, которая была до этого сформирована, в том числе и русской, и российской цивилизации. Потому что если мы посмотрим, например, опять же, святых, то семья, например, этих святых, это преодолевание какой-то своей самости. То есть Петру говорят, вспомним, да, или ты расстаешься с супругой, или ты лишаешься своего, скажем так, княжеского престола. Если посмотреть на современную, да, как бы, реалии, то скажешь, ну, что же делать, да, ну, вот, как бы, поговорил бы, наверное, с Февронией, сказал, ну, ты видишь, ну, мне уже надо, я князь, да, как-то ты пойми, давай, вот мы с тобой разведемся. Ну, нет, Петр поступает совершенно по-другому. То есть преодолевает себя, да, понятно, что он князь, ему и хотелось, понятно, что оставаться князем, но ради своей жены, да, он преодолевает свою, свои какие-то представления о том, как он должен жить, и ради жены он идет на жертву. К сожалению, в современной семье мы редко такое видим, потому что человек и современная, как бы, цивилизационная модель, как бы, говорит, что ты должен жить для себя, в первую очередь, да, не для других, а как бы вот для себя. Если другие мешают тебе жить для себя, то, значит, с этими другими надо расстаться. И понятно, что это как раз вот, это модель поведения ведет к разрушению семьи, да, разрушению именно традиционной семьи в нашем ее всегдашнем понимании. А если семья, как один из толпов цивилизации, разрушится в современном понимании, то, наверное, и цивилизация может разрушиться в том понимании, в котором жили наши деды, прадеды, и мы сами были воспитаны. Поэтому вот этот день очень важен не только с церковной точки зрения, да, когда мы молимся Петру и Февронии, но и с точки зрения, скажем так, государства, в котором мы живем, в цивилизации, в которой мы были воспитаны. Сегодня за Божественной Литургией мы с вами, братья и сестры, слышали слова Христа Спасителя о том, что птицы небесные не сеют, не жнут, но Отец небесный питает их. И Господь украшает полевые цветы так прекрасно, что так не одевался Соломон, царь во всей славе своей. Этими словами Господь говорит о том, чтобы мы не проявляли чрезмерной заботы о дне грядущем, о том, что будет с нами. Потому что бывает нередко так, что человек всю свою жизнь заботится только о том, чтобы у него что-то осталось, так сказать, на черный день. Но наступит ли он когда-нибудь этот черный день? Вообще неизвестно. Если наступит, то помогут ли те блага, которые он старался собрать к этому черному дню? Поэтому Господь и говорит о том, что нет необходимости заботиться о будущем. Достаточно заботиться о сегодняшнем дне. Вот некоторые воспринимают это как, ну, такую заповедь спасителя, что вообще трудиться и заботиться ни о чем не надо. И вот есть в древнем потеряке одно интересное такое, ну, житейское повествование. Какой-то монах по поручению своего игумена шел куда-то в какую-то сторону, ну, и остановился ночевать в некоем монастыре. Он обратил внимание, что вся братья занята какой-то работой. Я судил эту братью. Ну, какие же это монахи? Они заняты каким-то трудом, какими-то заботами. Его приняли, встретили. И он высказал эти свои мысли игумену монастыря. Монахи должны помышлять о духовном, а не заниматься житейскими делами. Его разместили в какой-то келье. Проходит время. Наступает вечер. Он ждет, что, ну, когда-то будет в монастыре трапеза, его тоже позовут. Никто не приходит, никто не зовет. Поздний вечер. И он сам решается идти к игумену. И спросить, а что у вас в монастыре? Не было сегодня трапеза? Да нет, говорит, была. А почему меня не позвали? Ну, ты же человек духовный. Не заботишься ни о чем телесным. А это мы, люди телесные, заботимся о телесном и требуем обычной человеческой пищи. И вот так этот монах был вразумлен. Когда-то преподобный Пахомий Великий, один из отцов-основатель нашего православного монашества, молился Богу, чтобы Господь указал ему, что такое монашеское дело. И Господь показал ему. Он видел ангела Божия, который то молится, то занимается трудом, то опять молится, то опять занимается трудом. И голос ему был от Бога. Так поступай, спасешься. Поэтому все отцы столпы монашеской жизни говорят, что мы имеем два крыла, которые возносят нас к Богу. Это молитва и труд. Молитва – это мост, который соединяет нас с Богом. Если не будет этого моста, мы потеряем связь с Богом. А если не будет труда, то страсти одолеют человека. Он не будет способен побороть их. И вот с помощью этих двух средств, молитвы и труда, человек приближается к Богу. Но это, конечно, указание для монашествующих. А вы скажете, мы-то не монахи, нас-то каким образом это касается. Но если это касается монахов, то касается и всех людей. Потому что мирские люди, больше монахов должны приезжать к труду. Не думать, что кто-то чем-то им обязан. Что-то должны дать, что-то должны предоставить. Мы должны питаться от плодов рук своих по заповеди Божьей. Когда первые люди согрешили и были изгнаны из рая сладости, то им была дана заповедь. Снискать свой хлеб в поте лица своего. И вот мы должны так и поступать. Должны трудиться, питаться от дел рук своих. Без всякой лености. Без претензий на то, что кто-то нам чего-то должен. Должны родители, должны бабушки, дедушки, должны сыновья и дочери. Должны начальники и правительство. Все должны. Мы должны. Мы должны трудиться. И это воля Божия, которую мы должны исполнять в своей жизни. Сегодня совершается память святителя Иоанна, митрополита Московского, всея Россия чудотворца. Сегодня много разговоров о украинской автокефалии. В связи с украинской автокефалией, автокефалией Русской Православной Церкви. Вот эта автокефалия была получена, то есть самоуправление нашей Русской Церкви было получено в святительство митрополита Иоанны. Что это было за время? Мы иногда не можем ответить на этот вопрос. Кто даровал автокефалию и даровал ее вообще? Украинцы нам говорят, у вас вообще автокефалии нет, вам ее никто не давал. Да, не давал. И никто не мог дать. Потому что это было страшное время, когда император Михаил вступил в сговор с Папой Римским, императором Византийским. И состоялся Ферраро-Флорентийский собор, на котором присутствовали греческие патриархи, иерархи, архиереи. И все подписали унию с Папой Римским, за исключением одного единственного архиерея, митрополита Марка Ифесского, великого святителя, святильника Церкви Христовой. А все остальные подпали в католичество, предали православие, стали католиками. Вот в этой ситуации Русская Православная Церковь объявила себя автокефальной, полностью независимой от Константинопольского патриарха, который уклонился в католичество. Это случилось в одни святительства Иоанны, митрополита Московского, память которого мы совершаем сегодня. Еще один интересный момент. Вот в Евангелии Господь говорит, род сей прелюбодейный и грешный, знамени ищет. Вот мы все время ищем каких-то чудес, знамени, откровений. Однажды святитель Иоанна дал удивительное знамя. 1812 год. Нашествие Наполеона. Войска Наполеона вошли в Москву, в Кремль. Храмы Кремля были поруганы, ограблены. И вот когда Наполеон отступил, и московский архиепископ Августин вновь вернулся в Москву, он захотел войти в соборный храм Успения Бесвятой Богородицы, Успенский собор Московского Кремля. Опасались, что там заложена бомба, может произойти взрыв, но он все-таки вошел в храм и увидел вот эту мерзость запустения. Все было поругано, порушено, ограблено, сограны ризы с икон, срак святых мощей. Мощи святителя Филиппа, раздетые от дорогих облачений, были положены на святом престоле. И все это тут же в соборе перепроблялось в слитки, золото, серебро. А на царском месте мелом писали, сколько пудов серебра и золота выплавлено из драгоценных украшений Успенского собора. И вот в этом поругании, в этой разрухе архиепископ Августин увидел поистине дивное чудо. Нетронутую раку святителя Иона. Все было переплавлено. Рака святителя Иона, серебряная рака, серебряная сень над ней и огромный подсвечник, который стоял перед ракой, серебряный подсвечник, были нетронуты. Он удивился. Конечно, удивился, потому что, ну все, переплавили, а это, почему оставили? Там несколько пудов серебра. Когда открыли раку, чтобы посмотреть, сохранились ли мощи, не были ли они осквернены, были поражены. Рука святителя Ионы, правая рука, была поднята, как бы грозящая. И потом, вот это подтвердилось. Потому что пленные французы говорили, что когда открыли раку святителя Ионы, он поднял руку и погрозил им пальцем. Они не посмели дотронуться до раки святителя Ионы и коснуться его святых мощей. Это исторический факт. Факт, описанный, засвидетельствованный, известный. Конечно, говорит это о силе молитвенного предстательства святителя Ионы. О том, что угодники Божии перед Богом живы. И помогают нам своими святыми молитвами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. К нам поступил такой вопрос. Бабушка печатную продукцию православной тематики, старые календари, газеты сжигала. Говорила, что просто выкидывать нельзя. Почему? Ну, вы знаете, наверное, я бы сказал, зажигать это тоже нехорошо. А с другой стороны возникает вопрос, а что делать? Если печатные станки могут в минуту столько напечатать православной продукции, что на КамАЗе с прицепом не увезешь. И потом все это обесценивается, приходит неприглядный вид быстро. И у человека возникает такое вот смущение. Вот это хорошее чувство. Смущение от того, что вот что-то нехорошо, совесть чуткая, и она понимает, что вот нельзя вот так, вот это же святое изображение. Вот, наверное, будет неприятно, если фотографии вашей матери расклеят, а потом вы увидите эти фотографии на помойке. Наверное, будет очень неприятно человеку испытать такое. Поэтому и фотографии близких наших людей, они хранятся в особых альбомах, бережно хранятся. Вот, когда мы поднимаем вопрос об утилизации святых предметов, то здесь надо быть очень осторожным. И, наверное, все-таки лучше такие вопросы не обсуждать в интернете, а просто прийти к батюшке и поговорить с ним, как вот это сделать. Вообще, конечно, не нужно человеку захламляться и святыми вещами, потому что человеку вообще для молитвы с Богом ничего не нужно. Ему нужна только вера, ему нужно слово Священного Писания, ему нужно живое слово молитвы, которое в церкви звучит, и которое из церкви, из сердца верующего исходит. Но мы не мощны и слабы, и поэтому для того, чтобы хоть как-то укрепить свою веру, хоть на что-то опереться, нам нужно эти слова облекать в рифму. Эту рифму нужно полагать на глазы, и рождается красивое пение. Нам нужны красивые образы святых, нам нужна красота и благолепие храмов, где мы, созерцая святые образы, опираемся на них и мысль свою возводим в горнее ко Господу. Все должно быть в меру и все необходимо. Но когда человек теряет мир, он думает, чем больше у него икон, чем больше у него православных журналов, тем он будет ближе к Богу. Все не так. Бог, Он есть Дух и живет в сердце. Святыни нам, конечно, тоже нужны. Поэтому, если эти журналы остаются, если они хорошие, эти журналы, то, конечно же, пусть они будут в библиотеке. Есть иконы, которые старенькие, но, может быть, они еще не потеряли свой вид. Их можно облагородить и отдать тем людям, у которых нет денег. Конечно, этот вопрос надо решать непосредственно со своим духовным отцом. Приходить и спрашивать священника, и вы получите исчерпывающий, полезный, лично для вас ответ. К нам поступил такой вопрос. Почему женщинам нельзя заходить в алтарь? Ответ, конечно же, здесь простой. Потому что в алтаре совершается самое главное таинство церкви. Таинство приложения святых даров. И это таинство совершает Господь руками священника. То есть это центр внимания, как бы вот самое главное место, которое в храме существует. Святой престол, на котором совершается бескровная жертва. Понятно, что жертву совершают, приносят священники. А Богом установленное правило к священству допускает только мужеское естество. То есть жена, женщина, она Богом не допущена к совершению святых тайн. То есть женщина не может быть священником. Так решил Господь. Эта традиция идет от Адама и Евы, то есть от первых людей. Поэтому и здесь у меня просто возникает вопрос. А почему женщина задает такой вопрос? То, что происходит в алтаре, ей видно. Потому что царские врата открываются. Существуют богослужебные выходы со святыми дарами. А остановка перед царскими вратами на Амвоне, на Сылье и поминовение всех о здравии. Если захочется женщине приблизиться к алтарю, она может петь на клиросе. То есть буквально ее будет отделять от алтаря, от святая святых метр. И она будет видеть и слышать все то, что происходит в алтаре. Она будет отвечать на возглас священника. Она будет петь молитвы. И ей это будет великой радостью. Поэтому вопрос-то, конечно, такой необычный. И в простоте своей он даже может вызвать и смущение. Потому что он звучит по-другому. А почему женщина не может быть священником? Да потому что Бог так захотел. Ведь не спрашивает нас никто, кем мы должны родиться. Мальчиком или девочкой? Господь решает, кто будет рождаться от отца и матери. И каждому Господь дает свое тело и душу. И этот человек должен послужить Богу и людям в своем естестве. Говоря богословским языком, антологическая сущность мужчины и женщины одинаковая. То есть с точки зрения важности человека, мужеского или женского естества, разницы нет. Господь одинаково освещает и женский, и мужеский пол. А более того, само наименование пол, это же половина. Это не целое, это половина. Поэтому, чтобы человечество реализовалось в своей полноте, оно должно быть целым. И вот эта целостность, она достигается тогда, когда мужчина и женщина становятся мужем и женой. И те достоинства, и та красота, которая присутствует женскому полу, они наполняют жизнь мужчиной. И мужчина своей силой, своей властью, своим умом, он дополняет жизнь женщины. И таким образом, каждый реализовывает себя в полной мере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова